Меня зовут Прасолов Игорь Сергеевич. Живу в городе Харциске, Донецкая область. Вышел в магазин, встретила меня машина белого цвета, фолькслаген. Вышли три полиционера и два коменданта. Предъявите документы. С ними я выдвинулся на Дом культуры города Харциска. Нас зарегистрировали и меня направили в Иловайск. При приезду в Иловайск сформировали командира, назначили мне командира. Я у него отпросился сходить купить еды и в итоге спетлял с Иловайск первым же автобусом на Харциск. Через пару дней очередные походы в магазины закончились провалом. Меня опять же, получается, задержала машина, направили уже с конвоем в Дом культуры города Харциска и заставили ждать. После этого нас зарегистрировали и направили в 21-ю шахту города Горловка. В количестве человек на данный момент, как по приезду, было порядка 200, ну, чтобы не сказать, может 250 человек на тот момент. Но люди привозили с каждым днем еще и еще. Там мы жили какое-то время до получения оружия. Выдали оружие, после была команда идти на стрельбище. Думали, ну, много патронов дадут, будем стрелять, учиться, все остальное. Выдали 5 патронов, протопили мы, наверное, километров 15 пешком, выстрелили 5 патронов. На этом наши стрельбища закончились. Нас направили в Мариуполь пешком, без всяких машин и все остальное. Просто все с собой берешь, весь мешок, патроны, автоматы и идем пешком. А, и сказали, получается, что надо будет, если что, увидишь мирных жителей, стрелять в мирных жителей, потому что может быть периодет и военный. И стрелять надо по ногам, потому что, если увидишь военного бронежилета, смысл того, что ты будешь стрелять ему в тело. Я выдвинулся забирать машину, которую пригнали, чтобы вещи перевезти как можно ближе к 9 этажкам, чтобы не нести все это пешком. И я встретил, получается, двух мужчин, или трех, может даже, я не знаю точно, но вели двое. Двух мужчин батальона Азов, что последовало надетем пакета на голову и сопровождение в расположении. Продолжение следует...